Продолжение следует... Андрей? Идет, да? Так, все отлично. Так, меняйте Мирополис. Друзья, мы думаем уже, чтобы менять, мы сколько с ним работаем, с Мирополисом? Три года. Три года хотим его сменить, но пока ничего мы не можем более достойного найти. То есть мы и в Цитриксе работаем, еще где-то на пяти площадках. Но пока при всех недостатках приходится с Мирополисом мириться. Так что из всех зол будем выбирать пока Мирополис. Где Тарасов ведет? Ну, может быть, это самое. Но просто дело в том, что Тарасов ведет один вебинар, а у нас иногда в день бывает по 8 вебинаров. И поэтому мы вынуждены, мы не можем 8 площадок одновременно держать. Поэтому Мирополис мы с ним переписываемся, обещает исправиться. Так что все, как бы, друзья, все в порядке. Через скайп, но когда у нас сейчас 124 участника, в скайпе работать тяжело. Но, друзья, сегодня 19 июля, среда. Значит, как всегда, по плану у нас технико-экономический вебинар о развитии проекта SkyWay. Ведем его мы с Алексеем Суходоевым. Это директора SkyWay Capital. Моя фамилия, кто еще, наверное, меня не знает, Сибиряков. Я довольно-таки давно занимаюсь проектом SkyWay и являюсь довольно-таки серьезным и крупным акционером. Вот как можно представиться. Хотя, друзья, конечно, я это делаю в шутку. Здесь собираются в основном только уже и люди, которые представляют, что такое SkyWay. И сторонники SkyWay. И те, кто уже знают, что такое проект SkyWay. Значит, друзья, я ввожу несколько новую традицию. Прошу, мы ее в чатах уже с Вячеславом Куалье. Мы это ввели уже практику. Друзья, до следующего или до очередного Экофеста остался 341 день. Друзья, прошу запомнить эту дату. 7 июля, может быть, плюс-минус, ну, скорее всего, плюс там или 7, или 14. Но на сегодняшний момент традиция первая неделя июля. Экофест Марьина Горка. И, соответственно, следующий год, это будет очередное событие года, 7 июля, Экофест 2018. Поэтому, друзья, начинаем уже готовиться к этому событию. И все, что будет происходить, мы будем уже сейчас исходить из логики очередного Экофеста. Мы, конечно, все, друзья, еще под впечатлением Экофеста 2017, когда по статистике входа и выхода посетило более 7 тысяч человек, было продано более 5 тысяч билетов. Вот, соответственно, это было грандиозное событие. Его отметили все региональные и республиканские СМИ Белоруссии. Его освещали во многих мировых изданиях. И эффект от Экофеста, он будет еще идти долго и долго и долго. И здесь, друзья, как раз я могу сказать, что то, что мы с вами увидели, это даже превзошло то, что инженер Юницкий нам обещал в начале года. То есть мы увидели и с вами готовую транспортную грузовую структуру, мы увидели легкий Юнитрак на 3 тонны, который может перевозить до 20 миллионов тонн по легкой трассе. Мы увидели саму гибкую трассу и Юнитрак, который в действии, который бегал по легкой трассе, а буквально через день после Экофеста уже был продемонстрирован на гибкой путевой структуре. Это, друзья, просто переворот с точки зрения техники и транспортировки путевой структуры. Были проведены испытания этой путевой структуры. Я вам и говорил, друзья, я присутствовал при испытании путевой структуры на экстремальных условиях, которые могут встречаться раз в 100 лет, когда давались и амплитуды, и натяжения такие, что я думал, что все это развалится и оторвется сейчас. Но Юницкий спокойно, стоя под этой путевой структурой, которая испытывала максимальные колебания и вообще натяжения, которые могут быть раз в 100 лет, повторюсь, спокойно, говорил, что ребята, все выдержат, и действительно все выдержало. И буквально на следующий день мы увидели и ходовые испытания Юнитрака на путевой структуре, и на прошлой неделе мы увидели с вами, друзья, Юнибайк на легкой путевой структуре. То есть все идет, друзья, так, как и запланировано. И, соответственно, уже проектируется и начинается заказываться комплектующая для путевой структуры 22 км для уже скоростной системы. Она начнется строиться в этом году и к середине следующего года будет готова, и начнутся уже скоростные испытания. На участке в 3-5 км будет уже Юнибайк, Юнибус, Юнитрак испытываться на скорости до 150 км в час. И когда будет готова уже структура 22 км, это вторая половина 2018 года, начнутся уже ходовые испытания Юнилета, скоростного Юнилета, который будет выводить на скорости уже 500 км в час. Если кто не помнит, как выглядит скоростной Юнилет, еще раз покажу, что вот в крустальном исполнении. Соответственно, это, скажем, такой приз, который вручали активным участникам Skyway 2017 года. Я, как ни странно, попал в число тех, кто признан, что в Skyway он внес определенную роль. Я, конечно, настаивать не буду, но очень приятно в руках держать, друзья, вот такой скоростной модель Юнилета. Вы все в музее, кто был, видели уже модель, действующую 1 к 20, а на следующий Экофест мы с вами увидим уже этот образец один к одному. Он будет еще только в стационарном исполнении, но буквально после Экофеста он будет уже представлен потом и на Трансе, он будет в сентябре, то есть через 2 месяца после Экофеста. И, соответственно, и на Трансе уже 2018 года будет продемонстрирован и скоростной Юнилет, и целая линейка Юнибусов и Юнитраков, которые будут готовы к перевозке и сыпучих грузов, и контейнеров, и жидко-наливных грузов, и перевозки леса, и еще целого ряда направлений. То есть это, друзья, линейка сегодня создается, делается. Те, кто был из наших активных участников, вы были на опытном производстве, которые показали сегодня то, что Александр Викторович Сенкевич, это наш главный сегодня инженер, тот, кто изготавливает вот эти шедевры. Юнибайки, Юнибусы, Юнилеты, Юнитраки, в общем, все, что у нас сегодня ездит и летает. Вот, вы видели производство, которое рассчитано на несколько машин, ну, несколько сот машин в год, но сейчас уже ведется оборудование именно и завода под массовое производство, под те адресные проекты, которые начнутся реализовываться уже в этом году. Сегодня, или вчера, сейчас могу сказать, Анатолий Юницкий вернулся из Индии, где проведены очередные раунды переговоров и с министром транспорта, и с целым рядом губернаторов штатов. Соответственно, уже выбран земля под полигон, под экотехнопарк в Индии. Вот, вы видите, Анатолий Юницкий рядом с министром транспорта, Виктор Бабурин. Соответственно, Виктор Бабурин у нас еще в движении, он улетел в Индонезию для очередных проведения переговоров и, соответственно, работы с адресными проектами. Это, друзья, как раз тоже результат Экофеста, потому что индусы откровенно сказали, что мы после первого посещения присматривались, изучали, и для них было очень важно, что на Экофесте... Ну, друзья, те, кто сейчас в перископе, вы не видите фото, а в комнате фото сейчас идут, поэтому здесь преимущество тех, кто находится в комнате, а не те, кто смотрит перископ. В перископе вы можете только видеть меня и картинку, а те, кто в комнате, они еще и видят то изображение, которое сегодня... Тут Илья пишет, все-таки сначала Эко-технопарк, а потом адресные проекты или параллельно. Ну, как вы видите, что Эко-технопарк уже начинает реализовывать свою задачу, то есть сегодня заказы на гибкую подвесную систему легкую уже есть. Сегодня уже разрабатываются и проектируется целый ряд адресных проектов, как на легкую путевую структуру, на легкую грузовую структуру, на легкую пассажирскую городскую систему, и уже даже рассматриваются проекты на скоростную уже эстакаду, хотя она только-только еще строится и будет продемонстрирована в этом году. Но, друзья, вера и доверие уже и к КБ, и к инженерной школе Юницкого сегодня существуют, поэтому процесс по адресным проектам только-только набирает обороты. Была озвучена цифра порядка несколько сотен адресных проектов только по Индии, поэтому этот процесс набирает обороты. Друзья, теперь прошу акцентировать ваше внимание, и это обязательно надо учитывать, что мы с Алексеем не на наших вебинарах, не на встречах, мы не называем ни конкретные цифры заказов, ни конкретные штаты, ни конкретные трассы, потому что это, друзья, коммерческая работа, и она имеет под собой определенную подоплеку. И это может озвучивать только, когда посчитает нужным автор проекта, это инженер Юницкий, либо по его поручению Виктор Бабурин. Если вы где-то от кого-то когда-то слышите цифры, даты, имена конкретные, то если это звучит не от этих двух людей, не придавайте это значение, это либо дезинформация, либо попытка примазаться к тому, что идет. Еще раз могу сказать, что официальная информация может идти только от двух людей. Это инженер Юницкий, автор проекта Skyway, и по его поручению заместитель генерального директора Виктор Бабурин, который может озвучивать определенные цифры, даты, места, фамилии. Все остальное, друзья, это домыслы. Поэтому мы тоже говорим очень, ну скажем так, вы понимаете, источнику близким к доверию, но мы не официальная информация. Это тоже, прошу всегда, когда вы ссылаетесь на то, что Сибиряков или Суходоев сказал на вебинаре, надо понимать, что мы не официальная информация, мы информация, которая близка к первым источникам. И как вы видели, практика показывает, что все, что мы озвучиваем, оно со временем сбывается и подтверждается. Но еще раз прошу обратить внимание, если вы от кого-то слышите место, фамилии, даты или суммы, не придавайте этому значения. И сейчас, друзья, еще обращу одно внимание. На этой неделе вышла очень интересная статья на официальных сайтах. Это официальная позиция компании. Написал ее Евгений Петров. Именно по судам, которые были в Литве, по судам, которые были с онлайнером, по работе с троллями, по работе с завистниками, засланцами, засанцами, засранцами, их можно как угодно называть. И много было обсуждений в чатах, надо ли придавать этому значение. Друзья, еще раз могу сказать, что борьба с конкурентами, борьба с недоброжелателями, она будет постоянной. И вам приведу такой пример. Я сегодня довольно-таки долго беседовал с Анатолием Дарчем Евницким, вот он только вернулся из Индии. Так вот он привел такой пример. Друзья, они заходят в кабинет к министру транспорта Индии, всей федеральной Индии. И у него на столе, он сам показывает, лежит сегодняшняя газета, где вылита вся грязь и на Юницкого лично, на Skyway и на это. То есть, друзья, наши недоброжелатели подгадали таким образом, собрали материал и в федеральной газете, то есть в центральной газете опубликовали порочащую информацию именно в тот момент, когда Юницкий пришел к министру транспорта. То есть, как вы думаете, это сделано случайно? Или это какие-то безобидные тролли, которые пишут разную ерунду в это самое? Это, друзья, уже очень серьезная работа, это очень серьезная конкуренция, это очень серьезная подстава. И если бы не было встреч с министром транспорта до этого, если бы Юницкий не обедал с ним дома, и он ему лично не готовил обед, и он не знал, кто такой Юницкий, а это была первая встреча, то, естественно, такого рода публикации, такого рода работы могли бы влиять. Но, исходя из того, что министр транспорта очень, ну, скажем, такой выдающийся, я бы сказал, продвинутый человек, то есть, который понимает и знает людей, который может чувствовать и понимать перспективы, естественно, что он к инженеру Юницкому относится уже не смотря на ту желтую прессу или на те пасквили, которые идут. Но, друзья, подумайте, какого рода организация работа. Это надо собрать материал, это надо перевести все на идиш язык, это надо связаться с центральными газетами и надо опубликовать в день встречи Юницкого с министром транспорта. То есть, друзья, работа против велась, и она набирает все новые и новые обороты, поэтому я сразу и говорю, и предупреждаю всех этих засранцев, всех наших недоброжелателей, друзья, будем бороться, будем наказывать, и все в рамках закона будем вставить на свои места. И все, кто сегодня жульническим путем, то есть, как мы говорили, жулики провели ICO под предлогом Skyway, это мы еще раз подтверждаем, что Skyway, ни головная компания, никакие фонды не проводили ICO, это жулики, это воры, которые, прикрываясь именем Skyway, сегодня крадут деньги. И те, кто сегодня лохи, мы их просто можем сказать лохи, ведутся на эти вещи, что это люди, которые сами заслуживают того, чтобы потерять свои деньги. Мы дали всю информацию везде, по всем чатам, мы дали всю информацию по всем каналам о том, что это мошенничество, и не вкладывайте деньги в ICO, которое сегодня проводится под знаком Skyway. Поэтому еще раз об этом прошу обратить внимание, что те, кто сегодня попал на эти деньги, не обижайтесь. Мы месяц говорим о том, что под ICO, под Skyway проводят жулики. Мы этих жуликов найдем, мы знаем, кто это такие, мы их накажем за это, но это время, друзья. Поэтому на сегодняшний момент работа адвокатами ведется, расследование ведется, мы все это дело приведем к логическому концу, так же, как мы это довели дело и в Литве, с жуликами, которые, соответственно, вынудили уйти из Литвы, которые сегодня довели до того, что проект развивается в Белоруссии, а не в Литве, но, друзья, все, что не делается, все к лучшему. Поэтому на сегодняшний момент мы очень рады, что проект развивается в Белоруссии, о том, что на сегодняшний момент Марьяна Горка стала центром мирового развития технологии, о том, что на сегодняшний момент проект является белорусским, и мне сегодня, друзья, нисколько не зазорно на всех уровнях во всем мире представлять именно белорусскую компанию, белорусскую технологию и белорусского инженера Юницкого. Для меня это, друзья, очень, я могу сказать, и почетно, и патриотично, и я рад, что Белоруссия сегодня является и будет являться родиной технологии Skyway, потому что Юницкий родился в Белоруссии, он там учился, там его родина сегодня, это одна из самых зараженных мест на Земле, то есть это центр Чернобыльской аварии. Поэтому, друзья, это тоже, соответственно, надо помнить и надо делать, и у меня нет сегодня никаких ни претензий, ни ущемления о том, что эта технология не пошла в Россию. Все шансы, и более того, 17 лет назад мы строили испытательный полигон в озерах, мы демонстрировали технологию, мы демонстрировали ее президенту России, и эту технологию, и после поддержки президента этот полигон был уничтожен, и технология из России ушла в Белоруссию. Это тоже, друзья, все закономерно, это все правильно, и все, что сегодня происходит, она идет в логике развития проекта Skyway. И, соответственно, то, что сегодня везде позиционируется зау струнные технологии, как сегодня головная компания, которая развивает технологию, и она работает на развитие Республики Беларусь. Это тоже, друзья, очень лестно, очень хорошо, и я еще раз повторюсь, что с большим удовольствием во всем мире продвигаю именно белорусскую компанию. И мне очень нравится, что когда Виктор Бабурин презентовал первому вице-президенту Сименса технологию Skyway, и каждый раз, когда тот удивлялся сначала качеству изготовления подвижного состава, потом его характеристикам, потом путевой структуре, он каждый раз задавал вопрос, вы откуда? И когда он ему говорил, Белоруссия, Белораша, он сначала говорит, Россия, он говорит, нет, Белораша, вот, и он говорит, это где? Это Минск. Соответственно, друзья, сейчас можно сказать, что Белоруссия – это центр мировой науки, это центр развития инженерной школы Юницкого, это то, что двинет всю мировую науку и всю мировую технологию на новый уровень. И это, друзья, тоже для нас очень и очень важно, и я, хоть и живу в России, хоть и россиянин, но с большим-большим удовольствием работаю на белорусскую компанию, на белорусскую технологию. Вот, поэтому, друзья, давайте немножко о Экофесте 2018. Мы с вами все под впечатлением, мы провели грандиознейшее событие, мы всему миру показали о том, что технология существует, мы о том, что технологии соответствуют всем тем параметрам, которые заявлены, более того, что они даже превосходят те, которые заявлены по надежности, соответственно, по характеристикам. Сегодня мы готовимся к Экофесту 2018. Как я уже сказал, он будет проводиться первую неделю июля, то есть на сегодняшний момент это 7 июля, это очень хороший с точки зрения православия праздник, очень важный и очень серьезный. Вот, это в моей жизни очень интересное событие, потому что это день юбилей моей свадьбы. Вот, и, соответственно, это дата следующего Экофеста. Может быть, она несколько скорректируется за год, там, в ту или иную сторону на неделю, вот, но пока предварительно, это еще раз скажу, первая неделя июля, 7 июля. Очень много задавалось вопросов, друзья, а что мы увидим на Экофесте 2018. Я не буду сейчас рассказывать очень много того, что и как это будет подходить, по мере того, как будет вырисовываться, мы будем говорить и показывать, но, друзья, я вам могу сказать однозначно, то, что вы видели в 2017 году, это, конечно, очень впечатляет. То, что мы с вами видели и продемонстрировано, это действительно передовое направление в транспортной технике. Это действительно чудо инженерной мысли, которая сегодня решает пролеты 400, сейчас уже 800, сейчас уже проектируется и изготавливается наклоны до 30 градусов. Друзья, вздумайтесь, это ни одно техническое средство сегодня не может решать такие задачи, чтобы на крейсерской скорости могли преодолевать углы в 30 градусов. Соответственно, ни одна сегодня транспортная система не может делать пролеты 400, 800 или 1,5 километра без удорожания путевой структуры. Это, друзья, все подсильно Skyway. И на следующий год, друзья, то, что мы увидим на Экофесте, это будет просто другой уровень демонстрации. И я бы это назвал так, что здесь мы сделали первые шаги. Я бы даже сказал, это не детский сад, это еще ясли. То есть мы с вами показали, что Skyway сделал первые шаги, он заявил о том, что он существует. А через год, друзья, это сразу, так как у нас идет в Skyway один год за 10, то на следующий год мы с вами уже перейдем в высшую школу. И, соответственно, с высшей школой, уже инженерной школой Юницкого, мы с вами увидим, друзья, технологию, которая будет соответствовать третьему тысячелетию. Что это, друзья, будет за технология? Со временем, в течение этого года, увидите. Но вы даже не можете себе представить, что это такое. Могу сказать, что это все делается в логике уже технологии экономики роботов, когда роботы будут изготавливать путевую структуру, роботы будут проектировать путевую структуру, и роботы будут строить путевую структуру. Это все будет абсолютно роботизированная система. И при вас на Экофесте вы увидите, как в автоматическом режиме, в режиме именно абсолютно работы роботов, как будет строиться путевая структура и сам SkyWay. Это вот то, что, друзья, я вам могу сейчас несколько анонсировать. Ближе к июлю 2018 года постепенно все это будет приобретать свои очертания, и вы уже поймете и увидите, как это будет делать. Ну и, естественно, всю линейку к тому времени юнитраков, юнибайков, юникаров и юнилетов вы тоже увидите на Экофесте. Ну и, как тут писали, количество участников, конечно, друзья, будет разительно отличаться от того, что было в этом году. И качественный состав тоже будет существенно отличаться. Поэтому, друзья, рекорд 60 стран и 5000 билетов, которые были приобретены на этот Экофест, я думаю, что на следующий год это будет тоже такой легкий пройденный этап. Так, джипы в 45 градусов преодолевают. Ну, может быть, джипы в 45 градусов преодолевают. Если бы они при этом еще груз возили полезный, а не одного пассажира или двух. Так, посетил ли Экопарк Александр Григорьевич Лукашенко? Посетил ли Экопарк? Нет, Александр Григорьевич Лукашенко пока в Экопарке не был, в Экотехнопарке. Но я думаю, что до закрытия этапа, именно девятого этапа и перехода на десятый этап, это, скорее всего, может произойти. Во всяком случае, подготовка к такого рода визиту ведется, и все согласования, в общем-то, получим дальше, как это будет происходить, будем дальше смотреть. Теперь, друзья, то, что касается смены этапа. Смена этапа будет в ближайшее время. Следите за новостями, то есть это произойдет буквально в считанные-считанные недели. Все к этому готово, все к этому идет. Когда будет принято решение, за две недели мы об этом сообщим. То есть это может произойти, друзья, в любой день, начиная с завтрашнего дня. То есть когда это произойдет, я сейчас сказать не могу, но в самое-самое ближайшее время. Поэтому используйте это время для того, чтобы сейчас максимально эффективно инвестировать, для того, чтобы максимально получать пакеты, которые, соответственно, идут сегодня в девятом этапе. Потому что на десятом этапе будет очень серьезно пересмотрены и условия бонусного вознаграждения, и партнерская программа, и дискаунты, которые сегодня идут в виде венчурных премий. Все, друзья, в десятом этапе будет пересмотрено. Поэтому следите за новостями, и на это осталось буквально-буквально считанные дни. Поэтому, друзья, используйте это время максимально эффективно. Ну что, друзья, давайте на вот этой ноте я сейчас передам слово своему другу и партнеру Алексею Суходоеву. Он, как всегда, расскажет свой взгляд на то, что происходит, на свои комментарии. Ну а в конце я остановлюсь еще на ряде аспектов, которые необходимо обратить внимание именно на работе в Skyway, на проект Skyway, который соответствует сегодняшнему этапу и который сегодня нас с вами, друзья, сопровождает. Алексей, тебе слово, а я буквально... Благодарю, Сергей Анатольевич. Приветствую вас, дорогие друзья. Очень рады всех видеть. То есть постепенно, я думаю, что все еще не отошли по эмоциям от Экофеста. Но у нас настолько много, каждую неделю фактически появляется новостей, что на самом деле уже Экофест где-то позади. Хотя это важнейшая века. И мы еще не раз будем возвращаться даже через полгода к Экофесту, потому что, как Сергей Анатольевич сказал, приближается уже следующий Экофест. Ну, друзья, я хотел бы начать с такой вот... Не хотелось бы сказать слово традиции, но именно сейчас наблюдается тенденция, что когда наш проект развивается все больше и больше, брендом Skyway начинает пользоваться все больше и больше злоумышленников. И мы провели переговоры, то есть мы предупреждали, что будем говорить на вебинарах и начнем разбирательство, но все же люди не услышали. То есть там такая же примерно история, как и с ICO. Развитие касается именно такой страны, как Бразилия, как вся Южная Америка. Это очень специфический регион и очень мощный регион по развитию, которым мы можем спрогнозировать, я думаю, в этом году взрывной рост именно по привлечению инвестиций в Skyway. В легальном абсолютно поле, абсолютно со всеми необходимыми вступлениями в регулирующие организации, либо в финансовые организации весь этот вопрос сейчас прорабатывается. Но есть определенные умники, которые пользуются нашим брендом, логотипом, технологией. И вот, к примеру, greenscapital.com. Я опять же пагетирую не заходить на их сайт, потому что заходя, просто посмотрев, что же там все-таки происходит, вы провоцируете им именно трафик, за который обычно берутся деньги по привлечению через рекламу. То есть просто примите к сведению и расскажите своим партнерам. То есть я больше чем уверен, что наш вебинар смотрит и даже в русскоязычном исполнении далеко не русскоязычная аудитория. То есть мы активно наблюдали, я лично активно наблюдал, даже вступал в переписку, вел переговоры на первоначальной стадии с этими вот ICOшниками, злоумышленниками, которые типа уже собрали, ну, я, если честно, сегодня не смотрел, но больше 50 миллионов типа они собрали. Но благо, что криптомир все-таки не идиоты, и на всех трекерах, то есть это специальные сайты, где все ICO освещаются, уже такой вот красный флаг, что это скамеры, что это мошенники. Это действительно радует. Но я могу сказать, что, друзья, поразительно, и меня действительно удивило, когда люди, не имеющие отношения к Skyway, именно пользуются в качестве опровержающей информации именно нашими вебинарами. То есть какие-то иностранцы давали ссылки на русские вебинары, то есть наши активисты всегда очень оперативно, даже когда у нас еще не выложена запись вебинара, выкладывают, и, соответственно, вот эти вот записи все предоставляли в доказательство. То есть, можно сказать, что наше информационное поле, именно вебинары в записи, здесь послужили таким вот первым опровержением. Мы провели переговоры с Винчензе, это один из директоров, который фигурировал в Гринс Капитал. Они провели конференцию даже в Бразилии, они даже говорили о том, что типа подписали какое-то соглашение лично с Анатолием Эдуардовичем из головной компании. Переговоры мы провели достаточно жесткие с нашей позиции, именно членов правления Skyway Capital, то есть проводили наши лидеры-активисты, то есть Ян, Жанна, наш топ-эксперт, именно по направлению привлечения инвестиций в Германию, и в других, Женя, Кудряшов, я, и, собственно, мы думали, что результативно по максимуму на самом деле, то есть Винчензе пообещал связаться с всеми директорами, они сказали, что хотят с нами работать, закрыли сайт на время, но потом открыли, и пришла информация, уже вступил в переписку и Виктор Бабурин, сколько нужно набраться наглости, чтобы присылать информацию именно на двух языках, как это обычно бывает в юридической практике, и говорить, что мы ничего не нарушаем, то есть нагло совершают именно такие поступки лжи, и это нужно уметь, но таких вот компаний мы будем встречать на самом деле все больше и больше. Но я могу сказать, неоткуда без добра, потому что потом так получилось, что на нас вышли уже, и вот буквально на днях мы провели тоже мощнейшие переговоры с Бразилией, и сейчас готовится поездка, визит в КБ, то есть очень серьезные люди, имеющие отношение к МЛМ-бизнесу, к традиционному бизнесу, сразу закладываются и адресные проекты по Бразилии, очень серьезный подход, и все формирование именно в полном юридическом поле. Вот готовится сейчас приезд делегаций именно бразильцев, это отец, сын, еще один сын, и эта семья весьма богатая, и, собственно, они достаточно близки к президенту Бразилии, то есть я не удивлюсь, что после этой поездки уже министры начнут посещать наш эко-технопарк, потому что все развивается действительно очень быстро. И если вот мошенники начали все развивать в антиположительном поле, то как раз действительно адекватные люди, которые с нами связались, сейчас мы будем выстраивать бизнес именно с ними. Вот эти мошенники, они еще, я думаю, что получат свое, и разбирательства обязательно будут, но, естественно, чуть-чуть попозже, как мы это увидели по Литве и другим направлениям, с которыми соприкасался проект Skyway за прошлые года. И если говорить про ICO, также рынок, друзья, я могу сказать, что тоже нет худа без добра, потому что сейчас мы можем говорить, и сбросьте, пожалуйста, у кого есть под рукой, ссылку на именно финансовые платежные системы, это описание электронных денег, которые сделал Анатолий Эдуардович еще в 89-м году, и этот материал есть на английском языке, на русском языке, даже на французском есть языке, мощнейший материал, вкратце Анатолий Эдуардович там еще в 89-м далеком году описал, что такое система децентрализованного учета, что такое внутренние экономические стимулы, как будут создаваться блоки, которые только в 2000-х начали создаваться, изобретатель Сатоши Накамото, биткоин, но Анатолий Эдуардович это все уже описал как визионер в 89-м году, и было бы действительно неудивительно, если бы, допустим, и Сатоши Накамото каким-то образом и увидел эти материалы, но, естественно, этого мы не будем утверждать, но хотелось бы в это верить, то есть теоретически, возможно, потенциально, как я люблю говорить, это действительно абсолютно реально. И, дорогие друзья, также уже говоря о современных тенденциях, о современном развитии, то есть проект развивается именно научно-производственная деятельность в Республике Беларусь, и давайте пронаблюдаем вообще, насколько сейчас семимильными шагами движется Республика Беларусь во главе с Александром Григорьевичем. То есть, если мы говорили ранее про то, что Индия, и Индия как и декларировала, так они сейчас и приступили к активным действиям, именно вот в плане подготовки, внедрения технологий Skyway, то есть умной технологии для создания умных городов и далее умных государств. Ну, прочитайте вот эту статью, и я думаю, что все станет понятно, насколько семимильными шагами действительно движется и сама Республика Беларусь. То есть, здесь описывается такой инновационный прорывной декрет, который был подготовлен специальной группой, именно специалистов, экспертов, ведущих IT-отрасли. И все развивается в логике именно самых современных тенденций и самых современных влияний. Также декрет комплексно планирует регулировать и блокчейн, и криптовалюты. И, дорогие друзья, это нам на руку, потому что мы неоднократно говорили, что мы будем это направление так же развивать, но всему свое время. И вот некоторые мошенники, допустим, с ICO опережают и абсолютно не тем способом входят. И, друзья, если есть у кого-то какие-то конструктивы, предложения именно по крипто-направлению, то есть крипто-биржи, ресурсы, которые ориентированы на криптомир, и, может быть, у кого-то есть какие-то связи, потихоньку информацию сейчас начинаем собирать. И, друзья, вот пишите на наши почты, в скайпы. У меня, признаюсь честно, скайп завален, то есть лучше писать ВКонтакте, в Фейсбуке, на почты. Пишите, будем общаться. То есть уже где-то 10, наверное, переговоров именно с участниками из сети я на этот счет провел. Но мы будем двигаться в этом направлении, но это будет совершенно отличное направление от того, что сейчас можно предположить. То есть вкратце Сергей Анатольевич очень поверхностно отметил, что роботы будут подвозить именно составные элементы и части, и путевой структуры, и даже строить. Но экономика роботов, она строится как раз-таки либо на искусственном интеллекте, либо на... мы не будем называть даже такие термины, как блокчейн, потому что мы будем их называть несколько по-другому. Мы, я думаю, что имеем право, при том, что в 89-м году Анатолий Эдуардович это все описал, говорить именно своей терминологией. И, дорогие друзья, всему это настанет свое время, и мы это обязательно начнем упоминать уже не вскользь, а очень подробно, очень глубоко. Осталось только немножко и чуть-чуть подождать. Ну и при таких вот новостях, обширных по Индии, то, что вы все слышали, что 300-400 проектов нам одобрили, но это не стоит понимать, что 300-400 проектов сейчас уже будут приходить средства по этим проектам. То есть вначале будет несколько проектов, но как только эти несколько проектов, как Сергей Анатольевич еще давно, два года назад говорил, как только первый гвоздь будет забит на Экотехнопарке, начнется совершенно другая история. И как только первый гвоздь будет забит в проекте Индии, пойдет просто веер и череда, и действительно сеть адресных проектов, по Индии. Ну, собственно, министр транспорта Индии сказал конкретно, что на 300-400 проектов вы можете рассчитывать, как минимум, но покажите именно то, что вы декларируете. Действительно так оно и есть. Давайте обкатаем с малого, и зеленый свет вам предварительно дан. И такая же примерная ситуация, друзья, в Индонезии. То есть без конкретики, без каких-либо названий островов, без каких-либо названий городов, можем сказать, что все очень-очень хорошо. То есть Виктор недавно в Инстаграме опубликовал, кто следит фотографию в Инстаграме, именно нашего офиса, уже индонезийского. То есть он находится в одном из лучших районов именно деловых Дели, и полностью работа уже начата по индонезийскому направлению. Естественно, у нас будут сложности, естественно, у нас есть конкуренты, но первоначальная именно проработка была сделана очень мощно. У нас есть серьезные партнеры, которые родились из тех партнеров, с которыми уже даже не работаем. Но, как говорится, сейчас Skyway не дает никого, никакого эксклюзива никому. Первопроходцам и единственным, наверное, получателем эксклюзива был Ротхук, как именно первопроходец по адресным проектам. И сейчас начинается эра уже развития сети адресных проектов, в которых действительно каждая группа инвесторов, каждая группа управляющих компаний абсолютно равны друг перед другом. Вкратце, такие новости, дорогие друзья. Я считаю, что по Азии новости очень-очень хорошие, несмотря на то, что многую информацию нельзя, наоборот, говорить. И поэтому будем узнавать только из официальных ресурсов и только из официальных источников. Еще я могу сказать, дорогие друзья, многие меня спрашивают, потому что был приезд и представителей Skyway Invest Group в Индию. Мы в этот раз занимаемся именно прямыми задачами членов правления, то есть работаем над и платежные новые системы, вводились и мерчанты, и так далее. И плотная система изменений. Я могу сказать, что для региональных лидеров, кто зарекомендовал себя как мощный лидер, в ближайшее время система мотивации, вознаграждений, маркетинг изменится в лучшую сторону, и мотивации развивать рынки именно как региональный лидер будет намного больше. То есть вот эту систему создавали в том числе. Ну и меня многие спрашивали, почему вас не было именно как представителей и членов правления Skyway Capital в Индии. Ну потому что мы договорились и с Виктором Бабуриным постоянно на связи, что все-таки краудинвестинг на данный момент в Индии закрыт. И так оно и есть, так оно и остается. Мила со СВИГа организовала ряд встреч и с юристами, и с бизнесменами, пытались проработать схему. Но я могу сказать вот на вопрос, а кто организовал вот эти вот встречи именно с по адресным проектам, с министром транспорта, это только проработка головной компании. То есть какие-то фонды к этому отношения не имеют. То есть многие задавали этот вопрос, и я вот так вот, так скажем, прилюдно ответил на вебинаре, чтобы таких вопросов больше не задавали. Так что, дорогие друзья, я думаю, что такое вот очень хорошее основание, фундамент заложен по Азии. И Азия – это ядро и эпицентр адресных проектов. Хорошо, что в Индии нельзя развивать краудинвестинг, потому что никто не может застраховать от эмоций, от беготни, что вот тысяча процентов получи бонус, пригласи человека, проект будущего, завтра дивиденды чуть ли не таким образом могут бегать индуции. Это никому не нужно. То есть индонезийцы в этом плане более адекватны, но если что-то в юридической системе и именно возможности привлечения или не привлечения инвестиций в краудинвестинг Индии изменится, мы обязательно вам сообщим сразу же. Так что, друзья, ждем смены этапа, она произойдет очень скоро. Развиваем те рынки, которые можно развивать. Индия пока что также закрыта для входа в краудинвестинг. Спасибо, Алексей. Да, друзья, еще раз тоже хочу акцентировать, что сейчас идет такая плановая работа и в индустрии, компьютер барахлит. Виктор, сейчас в Индонезии идет плановая работа. В Дели, как Алексей тоже сказал, открыто сейчас уже два офиса. Один офис это компания GTI, головной компании, которая именно представляет всех инвесторов и именно технологию. И открыт офис уже непосредственного адресного проекта, первого, который будет делать. Какой проект, как мы уже говорили, друзья, это не наша компетенция называть и говорить. Это все-таки уже вопрос, связанный с конкретной работой и с конкретным бизнесом. И так как мы работаем и, как вы понимаете, среда не всегда благоприятная и не всегда дружелюбная, поэтому много информации, друзья, просто сейчас говорить нельзя. Поэтому нравится это, не нравится, к этому можно относиться как угодно. Мы на этом акцентируем внимание. И как приведу пример, что когда проводили заседание экспертного совета Минтранса России и когда мы объявили о том, что Минтранс поддержал и это занесено в протокол, то в течение трех дней тысяча запросов пришло о том, что покажите этот протокол и не все запросы были от доброжелателей, а как всегда, как вы понимаете, наиболее активные это наши недоброжелатели с комментариями, что каким образом вы работаете с жуликами, каким образом вы можете рассматривать эту жульническую технологию. Поэтому, друзья, мы сейчас во избежание таких вопросов, их и так хватает уже, как я говорил, выход в центральной прессе Индии компрометирующего материала на Skyway, на Юницкого перед встречей с Минтрансом, это, друзья, такая текущая работа или текущая борьба. Поэтому тоже к этому будем, и мы вас призываем к тому, чтобы вы тоже к этому относились с пониманием. Так, мне очень много задают вопросов, сейчас идут связаны с тем, что Виктор Тарасов ведет вебинары по финансовой грамотности, очень хорошие вебинары, они мне очень нравятся, я их сам с удовольствием смотрю, и, друзья, просто прошу относиться к этому, как именно к научному и экспертному мнению. То есть, Виктор Тарасов дает очень грамотный, квалифицированный взгляд, как человека, который сам работает на сегодняшних традиционных финансовых рынках, тот человек, который сегодня очень четко понимает и сам торгует и работает на криптобиржах и на криптовалюте, то есть, в которой все развивается. Поэтому очень прислушивайтесь к нему, и то, что он говорит, относитесь к этому очень серьезно. Единственное, что у меня начинают противопоставлять определенные вещи, что Виктор Тарасов на вебинаре сказал, что IPO или публичное предложение обязательств будет конец 2018 года, а мы с Алексеем несколько раз говорили и повторяем, говорим о том, что возможность продать обязательства будет уже в этом году. Это, друзья, абсолютно разные вещи, и не надо их сейчас путать и поговорить. Мы не говорим сейчас про выход на биржи или на свободный оборот обязательств. Мы сейчас говорим о том, что готовится определенная платформа, которая с использованием сегодняшних легальных и четких механизмов позволяет уже тем, кто хочет сегодня избавиться от пакетов, своих пакетов с какой-то прибылью, то есть вы инвестировали допустим три года назад с дисконтом пять тысяч, а хотите сегодня продать по текущему дисконту компании какой-то пакет или весь пакет или часть, то у вас будет такая возможность. Вот это, друзья, мы готовим и такая возможность не исключено, что до конца этого года появится. Во всяком случае мы над этим активно работаем и скорее всего мы это реализуем и сделаем. Это абсолютно разные вещи, друзья, это не свободный оборот акций, это не IPO, не ICO, которые сегодня говорят, это возможность сегодня продать свои акции, которые вы приобрели с большими дисконтами по сегодня меньшие дисконты и соответственно на этом заработать. Вот такую возможность для желающих, кто хочет избавиться от пакетов, мы до конца этого года соответственно предоставим. С каким дисконтом можно будет продать, это установит уже рынок, те, кто захочет выкупить ваши обязательства, которые вы будете продавать. И это, друзья, прошу абсолютно не путать, это ни в коем случае сейчас не заработок на этих обязательствах, это не их капитализация, это просто возможность сегодня вернуть те деньги, которые вы вложили три года назад с прибылью, причем очень хорошую прибылью, друзья, очень хорошую. Ни в одном банке, ни в одном инвестиционном фонде вы такую прибыль бы не получили. Поэтому это наше обязательство перед инвесторами, перед теми, кто говорили, кто вошел в проект на ранней стадии, и мы эти обязательства выполним. Соответственно, друзья, те, кто дальше будет продолжать держать эти акции, которые будут смотреть, как они капитализируются, то это, друзья, как раз совсем такой подход, и вот здесь как раз Виктор Тарасов показывает, как будет капитализироваться, и как будет наступать капитализация, и как будет появляться именно ценность тех обязательств, которыми вы сегодня владеете. Поэтому это тоже, друзья, прошу понимать и не путать одно с другим. То есть мы говорим про абсолютно разные вещи, и то, что говорит Виктор Тарасов, это абсолютная правда, это абсолютно профессиональное экспертное мнение, то, что говорим мы с Алексеем, это подготовка возможности желающим избавиться от своего пакета с прибылью уже в этом году. То есть не дожидаясь ни сертификации, ни капитализации, ни рыночной стоимости, а просто хочет продать и вернуть свои деньги с прибылью. Соответственно, такая возможность в этом году у людей будет. Соответственно, мы очень усиленно над этим работаем, и я думаю, что до конца года этот механизм заработает. Это еще не будет механизм внутренней электронной биржи, к которой мы готовимся, она все-таки заработает на следующий год, но это будет очень серьезная реализация тех обещаний, которые мы давали изначально, что те, кто инвестировал на начальной стадии, могут в любой момент избавиться от своих обязательств и получить свои деньги обратно с прибылью. Это, друзья, как раз реализация той программы, по которой мы сейчас. Так, московская сертификация закончится к 2018 году. Но опять же, сертификация не закончится никогда, будет проводиться часть, ну скажем так, постепенная сертификация тех подвижных составов, которые уже готовы к эксплуатации. То есть, сегодня заканчивается подготовка и идет полным ходом сертификация юнибайка, юнибуса, сейчас готовится сертификация уже 24 местного юнибуса, но это все, друзья, определенная перспектива, определенная работа. Для того, чтобы все сертифицировать, надо провести весь комплекс испытаний. А на путевая структура, особенно гибкая путевая структура, которая вот сейчас только-только начала испытываться, она еще, друзья, в стадии испытаний, здесь говорить о сертификации еще пока рано. Но, друзья, могу вас заверить, что по мере того, как будут готовиться адресные проекты и начнется проектировка, а потом строительство адресных проектов, к этому времени все будет закончено и к эксплуатации трасс вся сертификация будет готова. Поэтому это тоже вопрос, на котором надо остановиться и который надо осветить и надо сказать. При этом, друзья, я могу сказать, что вы помните где-то год назад, полтора года назад, так как у нас технико-экономические вебинары, мы сопрягали то, что развитие проекта идет с внешнеэкономическими факторами. Сейчас опять, друзья, пришло время сказать, что сейчас подходит август, август всегда и в России и в мире это очень сложное время с точки зрения обострения всех экономических процессов. Как вы видите, опять началась тенденция на падение нефти, соответственно, сразу это ответило ростом курса рубля, евро, очень сложная сейчас ситуация в Евросоюзе с позиционированием и удержанием курса евро, и эксперты, все, с кем мы сейчас работаем, ожидают осенью, к концу года это очень сложную ситуацию именно по стабилизации курса евро, и здесь, друзья, как раз мы тоже к этому очень серьезно готовимся, потому что у нас основные инвесторы сегодня это Европа, Россия сегодня, Россия, Белоруссия, Украина сегодня занимают очень незначительную часть в общем объеме инвестиций, которые идут в проект Skyway, как мы уже произносили цифру, 237 стран участниц вообще мирового сообщества из 227 стран инвесторы сегодня участвуют в проекте, вот, поэтому мы, естественно, готовимся к этому подходу, и здесь я могу сказать, друзья, что термин мировой экономический ковчег, который мы ввели еще с Алексеем три года назад, он сейчас начинает все больше и больше приобретать серьезный смысл, и мы действительно сейчас строим систему, которая и будет стабилизацией очень многих активов для фондов, для очень много фондов, и это будет выход из кризиса, и безработица, которая сейчас накрывает, и перепроизводство, которое идет у крупных корпораций, все очень серьезно будет меняться, и так как мы мировая инновация, то, что сегодня стоит на пике, то мы во всех этих процессах будем играть очень существенную роль, и сейчас можно уже однозначно утверждать, что технология Skyway это тот мировой экономический ковчег, который изменит тренды развития мировой экономики, и если сегодня эксперты в мировом сообществе в ближайшие 10 лет притрекают падение мирового ВВП, то та инженерная школа, инженерно-экономическая школа, которую создал Юницкий, и которая сегодня на основе технологических решений, которые мы сегодня показываем, мы утверждаем, что в ближайшие 10 лет произойдет удвоение мирового ВВП, и соответственно произойдет смещение в сторону именно транснета, и создание транспортных коммуникаций, в которых Skyway сыграет ключевую роль, поэтому мы сейчас, когда общаемся с экспертами, мы готовимся не к мировому падению, а к мировому росту. Мы знаем, как это делать, и самое главное, друзья, мы всем своим деятельностью за последние три года, мы всей соответственно научной разработкой, которую мы показали, что сегодня с собой представляет техника экономическая школа инженера Юницкого, мы показали, что мировое ВВП и вообще мировая экономика будет переживать просто бурный взрывной рост за ближайшее время. И если предрекают, что Азия и Индия в том числе будет находиться где-то в первой десятке мировых экономических лидеров через 10 лет, то сейчас мы можем утверждать, что лидер Индия будет в мировой тройке. Это будет одна из мировых экономически развитых стран. Кто будет первый, Китай, Индия или Америка сейчас сказать очень тяжело. Мы все-таки смотрим и по той тенденции, которую сегодня набирают, мы считаем, что первый будет Индия, второй будет Китай, а третий будет Америка. Но, друзья, осталось совсем немного времени, каких-то 10 лет для того, чтобы нам ответить на все эти вопросы. Соответственно, тут же возникает вопрос, а на каком месте и в каком будет Россия в этом списке и в этом. Пока, честно говоря, исходя из той тенденции, исходя из того, что происходит, мы Россию вообще не видим не то, что в экономических лидерах, а вообще в экономических развитых странах. Потому что та политика и то, что сегодня делается, и то, что сегодня развивается, пока не дает оснований утверждать о том, что Россия может претендовать на какие-то вообще позиции в экономическом мире в ближайшие 10 лет. Потому что та тенденция, те тренды, которые здесь сегодня существуют, они говорят о том, что никаких перспектив на сегодняшний момент нет. Но это, друзья, изменчивый параметр. Я думаю, что через какое-то время эта позиция изменится, и российские чиновники, и российские политики увидят тренды, как развивает и как меняет экономику в странах. То есть сегодня у них мозгов хватило для того, чтобы произносить и обсуждать такие слова, как цифровая экономика, экономика роботов, криптовалюта, национальная криптовалюта. Во всяком случае, такие слова сегодняшние чиновники начали уже произносить. Они, конечно, не понимают и не представляют, что это такое, но во всяком случае произносить они начали, как некоторое время назад, пять лет назад, было очень много произносить слова инновация. И наш бывший президент, а нынче премьер-министр произносил слово инновация каждый раз, но, как говорила моя бабушка, если произнести тысячу раз слово халва, сладко от этого во рту не становится. Вот точно так же они как мантру произносили слово инновация, но максимум на что у них хватило, это смартфон сделать в Тайване. И больше на этом все инновации в России и в Сколково закончились. Я могу сказать, что мы, как инженерная группа, как проект, именно разработанный на мировых инновационных технологиях, мы сегодня используем и сотрудничаем с технологическим центром Сколково, как я уже говорил, там сегодня разрабатываются и роботы, и дроны, которые будут использованы в Скайвее, мы будем использовать эти наработки, и мы знаем, куда вложены бюджетные деньги, причем очень большие бюджетные деньги, и сегодня они сидят и думают, зачем же они собственно этих роботов сделали, и что они будут возить, они будут помогать нам строить Скайвей. И соответственно мы уже как инженерная независимая школа сотрудничаем со Сколково и часть наработок, которые они сегодня сделали, мы будем использовать уже в своей технологии. Это как раз как мы и говорили, что все, что сегодня будет создано различными инженерами, различными инженерными направлениями, различными инженерными школами, Скайвей будет втягивать все, потому что нам сегодня необходимы и новые двигатели, и новые материалы, и новые программные обеспечения, которые идут на всевозможных платформах. Мы все это будем использовать. Но агрегировать это все будет, друзья, Транснет. Это сеть, которая втянет в себя все научные разработки, которая втянет в себя все самое передовое, то, что сегодня создается в научном техническом мире. И как раз все это будет идти уже под лидерством и под управлением уже инженерной школы, которая сегодня существует, и которая сегодня показывает основные разработки. То есть мы создали сегодня технологическую платформу, на которую можно привлекать все и научно-технические, и инженерные, и управленческие, и IT-технологии. Соответственно, все они будут направлены на то, чтобы развивать сеть Транснет. А сеть Транснет это как раз то, что определит развитие всей мировой экономики на ближайшие 20-30 лет. Поэтому еще раз, когда мы утверждаем о том, что мировой ВВП за 10 лет удвоится, это как раз четкое понимание результатов деятельности, которые принесет строительство, а потом эксплуатация сети Транснет. Я тоже думаю, что вы это все понимаете, и технологическую основу Транснет друзья, мы с вами 1 июля 2017 года мы все увидели. Дальше это будет уже развитие, это будет уже совершенствование, и это будет уже капитализация той интеллектуальной собственности, в которую мы с вами сейчас приходим. Поэтому, друзья, у нас нисколько не расходятся слова с делом, мы абсолютно вышли из той категории, когда нас начинают сравнивать с различного рода прожекторами, с различного рода болтунами, тем более с различного рода аферистами. У нас всегда есть что показать, и единственный ответ на все наши вопросы, единственный ответ на то вопрос, является инженер Юницкий мошенником или нет, является инженер Юницкий жуликом или нет, является Марьина Горка. Поэтому, друзья, все, кто сегодня говорят, или все, кто сегодня хочет быть сравнен с инженером, я отвечаю, друзья, покажите, что вы сделали. Если вам нечего показать, нам с болтунами не о чем говорить, потому что мы, друзья, очень долгое время находились в одной категории с болтунами, в одной категории с мошенниками, и нам каждый раз надо было доказывать о том, что мы не мошенники. И, друзья, я помню первые конференции, тот, кто участвовал, вспомните, что первый вопрос, который мне задавали в 2014, в 2015, да и в 2016 году, это был вопрос, а не мошенники или не жулики вы, Вы на самом деле. Так вот, друзья, я могу сейчас ответить четко, нет, друзья, мы не жулики, мы не мошенники, не аферисты, потому что все, что мы декларировали, друзья, мы все показали. И единственный сейчас ответ, который я сейчас говорил и который мы реализуем до конца этого года, это все, кто вложил деньги в начале и хочет их вернуть, у них будет такая возможность. И как только это, друзья, произойдет, мы ответим на все вопросы, которые нам задавали изначально. А дальше мы говорим верите в проект, приходите, не верите, ждите. Сегодня у нас нет никакой необходимости доказывать и стучаться в двери, которые не открываются, биться лбом об асфальт и говорить, что мы чего-то хотим. Мы идем только туда, куда нас зовут и мы делаем только то, что считаем нужным. А считаем нужным, друзья, вы знаете, строй Skyway, спасай планету. И в этом плане, друзья, это уже не пустые слова, потому что, друзья, вы заметите, это первый раз, когда я начал произносить очень серьезно слова, что мы, как инженерно-технологическая школа, утверждаем о удвоении мирового ВВП. Это очень, друзья, серьезная заявка на мировом экономическом сообществе, потому что почитайте все, что сегодня происходит. Эти апокалипсические события, начиная от мировой ядерной войны и кончая распадом государств, распадом корпорации, почитайте все, что сегодня пишет и Миша Делягин, который выступал на наших вебинарах, и Миша Хазин, и академик Глазев, который несет полную хрень, так сказать, я сейчас просто откровенно могу это сказать, потому что, как ученый, и как сам, он у меня уважения не вызывает уже никакого. Соответственно, со своим шестым технологическим укладом, который он превратил просто в полную профанацию со своими нано- и биотехнологиями, поэтому сейчас можно четко утверждать, что основа шестого технологического уклада это Skyway Transnet, что в 10 лет произойдет удвоение мирового ВВП, и страны, которые сегодня сделают ставку на развитие Transnet, это будут мировые экономические лидеры. И мы очень рады, что сегодня в этой когорте находится и Республика Беларусь, и Индия, и Индонезия, и Киргизия, и Монголия, и Казахстан, и еще очень многие страны, которые понимают, что это такое. Со временем это поймут все, за этим побегут все. Друзья, наши двери открыты, мы объединяем мир, и объединять это наша работа. Поэтому, друзья, еще раз, как любит говорить Алексей Суходоев, строй Skyway, спасай планету, дай дорогу, мир, Transnet. Так что, друзья, все, что делается, все, что мы говорили изначально, мы это с вами произносили три года назад, два года назад, год, будем произносить сегодня и будем произносить завтра. Но, по мере того, как мы реализуем, друзья, эти слова приобретают все большее и большее значение. Потому что раньше они звучали как лозунг, потом они звучат как девиз, сегодня они звучат как руководство к действию. Это разные вещи, друзья. И только нашей совместной работе мы меняем значение этих слов. И то, что Юницкий говорил 30 лет назад, то, что Алексей сегодня говорил о введении электронных справедливых денег, о введении электронных платежей, о системе справедливого распределения от новой транспортной коммуникации. Сегодня, друзья, это все реализуется, это делается, это подходит. И Юницкий сначала показал инженерное решение SkyWay, потом мы сегодня реализуем, и мы подошли полностью уже к электронной платформе обслуживания системы TransNet, дальше мы с вами выйдем уже к реализации сети TransNet, и недалек тот час, когда мы реально подойдем к реализации уже главной задачи инженерной школы Юницкого, это строительство седьмого технологического уклада, это SpaceNet, то есть следующей сети, или SpaceWay, как мы это сейчас называем, к строительству ОТС. Это тоже, друзья, не за горами, это несколько следующий этап, но это очень и очень скоро, то, что произойдет, буквально в считанные, я бы сказал, даже не годы, а месяцы. Ну вот, на этом, я считаю, наш вебинар сегодня окончен, мы с вами продолжаем работу, 341 день до Экофеста 2018, до демонстрации новых прорывных технологий, до демонстрации новой роботоцивилизации, которая нас ожидает, мы с вами не то что свидетели, мы с вами, друзья, как раз участники и создатели этой системы, поэтому я очень рад, тот, кто с нами изначально, тот, кто подсоединился к нам два года назад, год, кто подсоединяется сейчас, я, друзья, могу сказать, что сегодня нам не зазорно и мне не стыдно сегодня говорить, и мои дети сегодня с очень большой гордостью говорят, что, когда спрашивают, чем занимается твой папа, они говорят, папа создает Skyway, поэтому, друзья, я считаю, что это очень сегодня почетная такая должность, очень почетное звание, это тот, кто создает Skyway, и нас с вами, друзья, уже больше трехсот тысяч, это те, кто поверили, те, кто пришли, те, кто рискнули, и те, кто сегодня получают от этого и эстетическое удовольствие, и недалек тот час, когда будет получать еще и материальное вознаграждение, мы с вами, друзья, этого действительно заслужили, но прошу не расслабляться, десятый этап не за горами, а за десятым этапом пойдет одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, они все пролетят, друзья, очень быстро, поэтому давайте использовать этот момент, давайте нести информацию, давайте строить и развивать Skyway. Все, друзья, до вечера, вебинар у нас в 20 часов с Алексеем по расписанию никто не отменял, сейчас будем работать в рабочем режиме, хотя количество конференций и встреч у нас, друзья, увеличивается с такой скоростью, что трудно уже, друзья, представить, как все это уложить в 7 дней в неделю, в 24 часа в сутки, но, друзья, оно того сегодня стоит, потому что действительно планету надо спасать и Skyway надо строить. Все, друзья, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok